Евгений Алексеевич, вы знаете, на самом деле тема не так много, но есть то, что фактически вызывает некий резонанс. Это два интервью господина Скибицкого и господина Павлюка. Я хочу напомнить для наших зрителей, что они дали интервью с западным СМИ. Это важная история. И вот они тревожны. Тревожны чем? А тем, что, по сути, они говорят о том, что, во-первых, готовится наступление. Во-вторых, сейчас уже под угрозой суммы. Харьковское направление. Более того, звучат уже некие временные рамки того, когда могут быть переговоры. Речь идет о 2025 году, во второй половине могут быть проведены некие переговоры. Вот в совокупности, как это все нам воспринимать? Почему вдруг внезапно, знаете, как холодный душ? Ну, вы знаете, я скажу так. Воспринимать нужно спокойно. Потому что, в конечном счете, последнее слово, я так полагаю, будет за президентом Украины, верховным главнокомандующим. Что касается конкретики, вот в этих двух интервью, ну, давайте так, не нужно, мне кажется, впадать в какое-то волнение, в какое-то там, не дай бог, истерика. Мы знали прекрасно, что наступление, скорее всего, начнется в мае-июне. Кому есть объяснимые причины. Дело в том, что широкомасштабное наступление возможно тогда, когда земля просохнет. Наступать по весенней распутице, это чуточку сложно. Поэтому ни для кого не должно быть, на мой взгляд, никаких удивлений, что, да, в конце мая, в начале июня российская армия, накопив сил, возможно, в мае месяце начнется какая-то мобилизация, я этого лично не исключаю, потому что уже все. Путин в результате вот этих самых так называемых выборов 17 марта заступает на новый срок, 7 мая это произойдет, и после этого, ну, возможно, будет сформировано новое правительство, возможно, будут какие-то перестановки, но дальше, в общем, нет никаких проблем принимать непопулярные решения. Да и, собственно, он и сейчас-то не особенно задумывается над тем, что армия несет большие потери. Я не знаю, видели ли вы, меня потрясло вот это вот видео, которое появилось, я не помню, вчера или позавчера, когда российский солдат идет по тому, что осталось от лесополосы, раздолбанный по лесополосе идет 400 с чем-то метров и считает, показывает трупы погибших российских военных. Но я допускаю, что потери могут быть еще большими. Как говорится, патронов и солдат не жалеют там. Что еще? Переговоры. Ну, вполне вероятно, что ситуация поменяется ко второй половине 25-го года в какую-то иную сторону. Возможно, что могут быть какие-то переговорные процессы. Давайте не будем путать переговорные процессы и переговоры. Это все-таки разные вещи. Это зависит от того, какая будет ситуация на фронте. будет ли продолжаться западная помощь, в каком объеме. Министр национальных дел Великобритании Кэмерон сказал, что они, британцы, готовы, вне зависимости от континентальной Европы, вне зависимости от Соединенных Штатов, продолжать поддерживать Украину в размере 3 миллиардов фунтов в год. Это большая сумма. Я думаю, что многое зависит от того, как поведет себя континентальная Европа, страны-члены Евросоюза и союзники Соединенных Штатов по НАТО и как поведет себя Америка. Понятно, что это зависит еще от исхода выборов в ноябре. Хотя, опять-таки, я бы не торопился с выводами и не говорил бы, что, ну, если победит вдруг Трамп, то точно американцы перестанут помогать Украине. Не факт. Посмотрим. Так что, в общем, никаких неожиданностей я не вижу. Это откровенное интервью, которое, наверное, соответствует действительности. Мы понимали, что, в частности, может быть наступление в Харьковской области. Мы понимали, что может быть наступление там дальше на северо-востоке в Сумской области. Это не означает, что российская армия попытается захватить Харьков или Сумы. Потому что для захвата больших городов нужно гораздо больше сил. Гораздо больше сил, гораздо больше военной техники, оружия, боеприпасов. И все прекрасно понимают, что миллионный город Харьков взять русские не смогут. Но ситуация сложная. И слава богу, что находятся люди, которые честно говорят о том, насколько она непростая. Повторяю, это не должно стать, не дай бог, каким-то поводом для паники. Ну и потом, знаете, я всегда... Просто опыт мне подсказывает, что хорошо бы, конечно, посмотреть на прямую речь. Потому что частенько бывает так, что в процессе интервью, последующего перевода теряются какие-то нюансы. Ну, вы знаете, вы вспомнили о господине Кэмероне. И вот я так полагаю, что его риторика выходит уже за рамки традиционной. Ну, по крайней мере, потому что теперь, как сообщает Reuters, британское оружие, которое сейчас на балансе у Украины, может быть использовано на территории Российской Федерации, поражать объекты исключительно на территории Российской Федерации. Насколько это серьезная история, как вы считаете? Как Россия отреагирует? Что это может изменить? Ну, послушайте, на самом деле мы видим, что Украина использует те или иные виды оружия. Мы не знаем точно, какие для нанесения ударов по российским НПЗ. Говорят, что туда летят дроны. Но, скажем, мы же не знаем точно, например, по мысу Тарханкут, чем именно ударили ВСУ. Здесь есть много нюансов. Но я полагаю, что с точки зрения международного права, Украина имеет все основания в ходе войны наносить удары по военным объектам противника, по военным объектам агрессора, по тем объектам, которые обеспечивают жизнеспособность российской армии. Это могут быть и железнодорожные узлы, и склады с оружием, и районы, где концентрируется личный состав, учебные базы, учебные центры и так далее. Все это легитимные цели. И Кэмерон, насколько я понимаю, подчеркнул, раз Россия наносит удары по территории Украины, то Украина имеет полное право отвечать. Как реагируют русские? Ну, господи, опять будет какая-нибудь истерика. Опять Медведев там будет грозить ядерным оружием. Может быть, даже сам Путин что-то скажет. Я не знаю. Мария Закарова наверняка разразится какими-нибудь тирадами. Наверняка истерика будет у ведущих еженедельных ток-шоу, которые вот сейчас выйдут в эфир в субботу и воскресенье. Ничего нового. Я не знаю, как у вас, Евгений Алексеевич. Вот у меня складывается такое впечатление, что ищупает почву. Да, длительно и очень долго это все происходит. Вот уже два с лишним года, по чуть-чуть, понемножку. Закройте небо. Нет, не закроем. Дайте Хаймерс. Нет, не дадим. Дайте в 16. Забудьте, пожалуйста, об этом. Понемного это все проходит. Сейчас мы уже доходим до того, что Эммануэль Макрон говорит, если Киев попросит, мы будем думать над тем, чтобы ввести войска. К чему это все ведет, как вы считаете? Это ведет, я надеюсь, к тому, что Украина будет в дальнейшем получать большую помощь и поддержку со стороны ее западных союзников, со стороны стран Европы и Америки, которые ее поддерживают. Понятно, что они, как тот мужик, долго запрягают. Но потом, я надеюсь, ехать будут шибко. Вы знаете, в этой связи хочу обратиться к вам с таким вопросом. Он банален, конечно, но между тем, меня это подталкивает, да, вот эти в совокупности все события. У меня такое впечатление, что конфликт НАТО и России, он уже неизбежен. То есть, что бы ни происходило, он неизбежен. И это понимают две стороны, обе стороны. Как думаете вы? Ну, конфликт, собственно, уже происходит. Ведь давайте вспомним, когда Путин только-только объявил о начале так называемой специальной военной операции, когда российская армия только начала агрессию, Путин, нахмурив брови, предупреждал, «Мы дадим самый жесткий ответ любому, кто попытается помешать нашим планам». Ну вот, тем не менее, западные страны помешали путинским планам. И сразу у нас стали поставлять оружие, сначала легкое, потом тяжелое. Сначала артиллерию, потом ракетные системы залпового огня, потом и танки. Сейчас уже речь идет о самолетах, о дальнобойных ракетах типа Атакамс. Понятно, что все эти решения лидеры западных стран принимают с учетом состояния общественного мнения в их странах. Потому что, я думаю, что они были бы непоняты, если бы сразу бросились, что называется, очертя голову. Во-первых, они должны были убедиться в том, что Украина способна защищать себя. И убедившись, что отпор был дан, что никто не дрогнул, не разбежался. Они начали помогать. И при этом еще, конечно же, огромную роль сыграло общественное мнение. И сейчас, в общем, я думаю, общественное мнение тоже играет огромную роль с той точки зрения, что потихонечку люди на Западе, в Европе, Польше, в Германии, особенно в странах Балтии, стали понимать, что от России исходят реальные угрозы их национальной безопасности. И нужно и Украине помогать, и самим готовиться к самым неожиданным, возможно, неприятным сценариям. Мне вот так вот кажется. По-моему, в здании Bloomberg сегодня пишут о том, что страны G7, Большой Семерки, прекращают обсуждать активы Российской Федерации и рассматривают вариант вернуть России эти активы в обмен на оккупированные ею территории. Давайте предположим ситуацию, что такое предложение оказалось на столе у Владимира Путина в Кремле. Вот как вы думаете, как он отреагирует на это? Я думаю, что сейчас он закусил у дела. Я думаю, что ему кажется, что у него все идет замечательно. Он рассчитывает на успех вот этого самого наступления. Я полагаю, что он при этом ориентируется на доклады своих генералов. А российские генералы, суть по всему, докладывают Путину то, что он хочет от них услышать. И поэтому я думаю, что любые предложения, которые будут поступать сейчас от западных лидеров, будут разбиваться об уверенность Путина в том, что он добьется успеха. Правда, я не совсем понимаю, что в его представлении успех. Полагаю, что ближайшая цель – это полностью захватить всю территорию Донецкой и всю территорию Луганской области, потому что нескладно получается. Все-таки объявили о присоединении этих территорий к Российской Федерации, сделали их субъектами РФ, а они не полностью даже контролируются, российская армия, не говоря уже о Херсонской области и Запорожской области. Полагаю, что два этапа. Они попытаются захватить целиком Донецкую и Луганскую области, а потом попытаются захватить Запорожскую. С Херсонской, боюсь, не получится ничего, потому что там водная преграда, там Днепр. Ну, тем не менее, посмотрим, как говорится, поживем, увидим. Но пока что Путин, если говорить там о возможности каких-то переговоров, он готов только к одному – к переговорам о капитуляции, о совместной капитуляции Украины и Запада. Я думаю, что ни Украина, ни Запад к капитуляции совершенно не готовы и не будут готовы никогда. Вопрос в том, конечно же, какой ресурс, сколько Путин еще может вести войну, здесь, прежде всего, у экономистов, потому что, в конце концов, экономическая сторона вопроса здесь, на самом деле, самая главная. У разных экономистов есть разные на это точки зрения. Кто-то говорит, что у Путина ресурс бесконечный, кто-то говорит, что на самом деле не так, что ресурс у Путина где-то до конца 2005-го, извините, не 2005-го, а 2025-го, до начала 2026-го года. А дальше могут начаться обвальные процессы, которые помешают так же бодро и весело воевать. Но посмотрим, посмотрим. Поймите, что во всех этих прогнозах есть много составляющих, которые являются в каком-то смысле непредсказуемыми. Потому что, ну вот смотрите, в некоторых районах Российской Федерации, в некоторых регионах, контрактникам, которые соглашаются идти на войну, платят уже почти полтора миллиона рублей. И это связано, судя по всему, с тем, что желающих очень мало. А дальше, ну, 2 миллиона, 2,5, 3. Конечно, деньги можно напечатать ценой инфляции, может быть, даже гиперинфляции. Но ведь есть какие-то составляющие внеэкономические, которые мы, может быть, сейчас даже не в состоянии спрогнозировать и учесть. Посмотрим. Да, безусловно. Но я полагаю, что я тоже не экономист, но эти деньги откуда-то ведь нужно брать. И вот я сегодня утром прочитал замечательную, как по мне, новость о том, что, знаете, 2023 год, Путин. Газпром чувствует себя уверенно. Газпром по итогам 2023 года демонстрирует худший в своей истории результат. Чистый убыток 629 миллиардов. Правда, непонятно чего. Вот здесь не указано. Но неважно, чистый убыток, исторический убыток. Евгений Алексеевич, я правильно понимаю, что «Газпром» по сути, это вот сердце российской экономики. Нет, все-таки основные доходы Россия получала от экспорта нефти. Нефть. Нефть – это вот самое главное. Самая главная статья доходов. Экспорт нефти. Ну, вы понимаете, вот вы говорите рубли, да? Нефть исчисляется, доходы от нефти в бюджете в рублях, не в долларах. А, соответственно, значит, в случае чего, если будет этих самых долларов меньше поступать от экспорта углеводородов, от, прежде всего, нефти и нефтепродуктов, ну, в конце концов отпустят курс. И количество рублей, которые должны поступить в казну, соответственно, в соответствии с бюджетом, сохранится то же самое. Это уже бывало и не раз в прошлом. Другое дело, что эти рубли будут… Покупательная способность их, конечно, будет другая, да, но тем хуже для граждан, которые будут получать зарплаты, пенсии, пособие вот в этих самых обесценивающихся рублях. А вот какая будет реакция – вот это большой вопрос. Потому что все говорят, конечно же, мы не думали, что… Мы ожидали, что реакция на потери, на боевые действия против Украины будет совсем другая. Мало кто ожидал, что основная масса российских обывателей будет так безразлично относиться и к падению уровня жизни, и к падению качества жизни, покупательной способности своей, человеческим жертвам. Но вот, тем не менее, пока терпят. Но бог его знает, где вот этот вот порог чувствительности. Пока непонятно. Саммит мира в Швейцарии призван… Можете продолжить предложение? Ну, послушайте. Саммит мира в Швейцарии призван прежде всего показать, что формула мира, предложенная президентом Украины Зеленским, пользуется поддержкой многих стран и их руководителей. Понятно, что сразу вот все пункты этой формулы не получат всеобщую поддержку. Не нужно, мне кажется, здесь обольщаться. Но очень важно, что туда, в Швейцарию, приедут лидеры, в том числе и лидеры стран, которые называются глобальным югом. И, по крайней мере, будет некий набор пунктов из этой формулы, которые будут поддержаны или всеми, или большинством участников. Дальше процесс пойдет, наверное, в том же направлении. Как за шагом? Удастся, может быть, не сразу, но убедить большинство участников. Будет следующий саммит, и еще один, и еще один. Наверняка удастся в конечном счете убедить всех, кто готов участвовать в поддержке Украины, в поисках мира для Украины, что этот план должен быть реализован. Понятное дело, что его будет сложно реализовать, если Россия к этому будет не готова. Дальше зависит от того, удастся ли заставить ее. Возможно, что это займет довольно долгое время. Вы верите, что Россию удастся заставить, Евгений Алексеевич? Ну, послушайте. Это зависит, прежде всего, от великих держав, и в значительной степени это зависит от Китая. Мы не очень хорошо сейчас понимаем, какую линию будет проводить Пекин. Это зависит, между прочим, и от того, как будут складываться отношения между Пекином и Вашингтоном. Потому что, я полагаю, все-таки китайские лидеры не хотят основательно ссориться с руководством Соединенных Штатов. Отношения с США, прежде всего экономические, для них стоят на первом месте. И вот будем смотреть, насколько успешны будут попытки американской дипломатии на самом высоком уровне убедить Китай прекратить поддерживать российскую агрессию, так как пока, увы, она поддерживается. Я не планировал это обсуждать, но все же хочу спросить. Очень уж интересно. Мы знаем, что Си, во-первых, должен встретиться с Путиным. Путин должен осуществить первую свою поездку, первый визит после пролонгации своей власти, после так называемых выборов, и встретиться с Си. А после этого Си должен встретиться с некоторыми лидерами Европы. Во Франции он побывает, в Венгрии, насколько мне известно. И так, то есть это взаимосвязанные вещи, как вы считаете, встреча с Путиным, плюс поездка, визит Си в страны Европы? Ну, конечно. Конечно, потому что, с одной стороны, Си должен пообщаться с Путиным и посмотреть, насколько Путин адекватен. Насколько можно доверять тому, что, наверное, там сообщают российские дипломаты китайским своим контрагентам. А потом, с этим уже, с этим багажом ехать и разговаривать с европейцами. Ну, как, это нормальный дипломатический процесс. Я думаю, что здесь все абсолютно взаимосвязано. Евгений Алексеевич, если у вас время еще позволяет, хотел бы еще две темы обсудить. Да, пожалуйста. Дело в том, что, значит, как сообщается, Анастасия Ивлеева, которая столкнулась в России с хейтом и потерей работы из организации так называемой «Голой вечеринки», она заявила, что посетила Донбасс. На свое 33-летие она посетила разрушенные и захваченные Россией города, в частности, вот Мариуполь. И после этого она приехала в Россию и говорит о том, что я это все скрывала, потому что Донбасс – это не прачечная. Я посетил, увидела, как рождается новая жизнь из этих руин и прочее, прочее. Но меня интересует вот что. То есть прошло довольно много времени с тех пор, как власть набросилась на всех участников этой так называемой «Голой вечеринки». И вот я хочу спросить, а власть не отпускает этих ломов, да, лидеров общественного мнения, блогеров, известных людей, там, селебрити и так далее? Почему? Потому что им важно держать их в узде, чтобы они ретранслировали ту политику, которую проводит власть? Или есть какие-то другие причины? Да нет, я думаю, что никаких других причин нет. Вы, собственно, уже сами дали ответ на этот вопрос. Все вот эти певцы, танцоры и прочие, как вы выразили, селебрити, они не особенно горели желанием подставляться и участвовать в таком вот культурно-идеологическом сопровождении так называемой специальной военной операции. Они совершенно не горят желанием выглядеть соучастниками этой преступной войны. Но и заставили. Собственно, вот эта вот история с голой вечеринкой, это был подарок судьбы для власти. Потому что появился повод давить, давить, тащить, не пущать вот этих всех певунов. Потому что, ну как, после случившегося им стали отказывать, как я понимаю, в выступлениях на телевидении, в концертах, площадках, в гастролях и так далее. Ударили, что называется, по карману. Сказали, придется ездить на Донбасс, придется ездить в Мариуполь, придется утраивать туры по вот этим самым якобы присоединенным новым территориям. Ну а что делать? Это свидетельствует только о моральных, душевных качествах этих людей, которые, как говорится, ниже Плинтуса. Да, это правда. Ну вы знаете, я обратил внимание, что, ну, как бы прессуют всех, но вот Собчак как-то не так. Почему? Связано ли это с тем, что, по сути, раскрывает вот в третьей своей серии Мария Певчих? Она подробно, ну, довольно подробно, да, значит, говорит о том, какие отношения у Путина были с Собчаком, как тот его вывозил в критические моменты, как Собчак власть потерял, ну и прочее, прочее. То есть это вот, что, это вот долг или как это можно назвать, как думаете? Вы знаете, я не знаю, я не готов об этом судить. Раньше мне приходилось слышать, что Владимир Путин ощущает, ну, какой-то долг перед родственниками, ближайшими его бывшего покойного шефа. Так ли это на самом деле, я не знаю, потому что, да, наверное, поначалу это присутствовало, а сейчас он небожитель. Право словом, ничего не могу по этому поводу сказать. Может быть, есть какие-то у него внутренние обязательства, внутренние ощущения, что вот этих трогать не надо. Тем более, что Собчак уже не раз давал повод для того, чтобы по ней, что называется, танком проехали. Ну, а может быть, так случайно получается, не знаю. У меня последний вопрос. Мы с вами в рамках прошлого нашего эфира обсуждали работу Марии Пепчих. И вот вы очень интересно объяснили со своей стороны, да, вот свое видение объяснили того, почему вот такая реакция, почему так люди реагируют. У вас сейчас, уже там третья серия вышла, мнение изменилось или вот вы продолжаете настаивать на своем? Вы знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня пока не было времени посмотреть третью серию. Говорю как на духу. Посмотрю третью серию, тогда, может быть, скорректирую свою точку зрения. Но то, что я видел в начале, вызвало у меня некоторое недоумение, мягко говоря. Потому что, ну, когда о отечественной истории россиянам рассказывают с большими купюрами, опуская какие-то очень важные детали, очень важные события, это полуправда, которая иногда может быть хуже лжи. Продолжение следует...